Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это свежий выпуск новостей мира The Isle of Rima. Ну а перед началом данного ролика, как обычно, хотелось поблагодарить всех наших спонсоров на канале за вашу месячную подписку. Спасибо, друзья! Ну что же, вот мы и дождались такие обновления дорожной карты. В официальном дискорде Панч нам дал такой ответ. Островитяне, как многие из вас помнят, в декабрьском DevWalk мы упомянули о наших планах по расширению публичной дорожной карты. Пришло время отдернуть завесу, чтобы открыть путь, который лежит впереди. Но сначала мы хотели бы ненадолго рассказать о невероятном путешествии, которое привело нас туда, где мы сейчас находимся. С момента создания нашей общедоступной дорожной карты мы создали и представили широкий спектр оригинальных и изменяющих правил игр функций, которые открыли двери для революционного изменения того, как игроки населяли остров. На данном этапе разработки мы видим уже свет в конце тоннеля. Мы занимались этим так долго, что кажется по-настоящему делать бодрящим многие будущие механики и анимации, которые раньше были просто невозможны. Одни только слова не могут выразить нашу благодарность тем из вас, кто прошел этот путь с нами, то, чего мы уже добились в игре. А теперь полюбуйтесь на то, что грядет. Обновление 7. Система старейшины. Это более крупные и мощные вариации взрослой стадии жизни. Они доступны только при соблюдении определенных диет, перков. Старейшины будут самыми сильными динозаврами, чем другие представители их вида. После завершения своего правления они умирают. Сознательное принятие смерти оставляет вам бонус, который вы можете применить к новой жизни в качестве этого же вида. Вы можете умереть также любым способом. Система перков. По мере того, как игроки продвигаются к различным пехам развития, у них будет возможность выбирать между множеством других перков, предназначенным для поддержки разнообразного стиля игры. Обновление 8. Штормовое предупреждение. Экологические системы. Это системы, которые будут основаны на оживлении самого острова. Штормы, наводнения, пожары и прочее. Мы хотим создать атмосферу реализма, в которую вы действительно сможете погрузиться. Обновление 9. Качество жизни. Во время этого обновления мы пересмотрим качество всех предыдущих систем и анимаций, доведение их до как можно более равного стандарта, прежде чем переходить к фракции других людей. После этого в игру будет добавлено больше игровых динозавров. Все виды, которые планировались и не были обозначены на дорожной карте. Работа над людьми второго поколения продолжится за кулисами по мере продвижения вперед. В будущем они также будут помещены в контент Эврима. Публичное тестирование в ветке QA будет закрыто, а люди переведены в ветку Live Эврима, то есть в саму игру. Поэтому вам больше не понадобится переключаться между ветками, чтобы протестить их. В принципе, здесь все понятно и ясно изложено. Мы можем теперь только дополнить. Давайте попробуем. Старейшины. О них было заявлено давно. Многим игрокам это не понравилось, но все же с этим придется смириться. Все равно рано или поздно большинство игроков будут перебираться в Эвриму. К тому времени на серверах будут изложены некоторые правила игры. Да и дораститься многим игрокам до стадии Старейшины, скорее всего, не удастся. Как было сказано выше и ранее, соблюдать надо будет строгую и правильную диету. Игровой баланс. А чтобы не было дисбаланса в игре, позаботятся админы. Да и возможно, скорее всего, Старейшинам будет введен механизм, чтобы вы получали дебафы за убийство обычных игроков. Что, скорее всего, повлияет на ваши будущие перки и их получение. На начальном вводе в игру Старейшин, возможно, всем игрокам, даже при нарушении определенного жизненного баланса, будут доступны Старейшины и получение перков, чтобы все хотя бы смогли немного изучить их. Штормовое предупреждение, экосистемы, обновление 8. В каких-то выпусках новостей я рассказывал о том, что разработчики введут в игру засуху, ураганы и пожары. Да, очевидно, это будет. Сводом этого обновления, к сожалению, только появятся в игре дожди. Пока что нет конкретной информации, как это все будет работать, но могу повторить вам старую информацию. В игре будет действовать засуха, которая ничтожно будет высушивать водоемы и реки. С долгим продолжением засухи будут начинаться лесные пожары. Ну и, как полагается, после длительного зноя могут наступить тропические шторма. Ссылку ниже под видео я оставлю специально для вас, друзья, чтобы вы смогли посмотреть все наши выпуски новостей и найти там нужную информацию, где мы разбирали погоду в будущем в Эврима. Обновление 9. Качество жизни. Как я понимаю, здесь ведется речь о финальном завершении игры. Пересмотр всех доступных анимаций, систем, игровых механик, исправление ошибок в игре, если они останутся. И самое главное, ввод в игру оставшуюся часть динозавров. А как мы знаем, их планируется около плюс 55 видов. Но это не значит, что до выхода всех этих обновлений, то известных нам уже в игре присутствующих животных, не будет добавлено больше других новых. Еще раз взглянем на обновление 7. Старейшины. Из присутствующих здесь есть Герера, Тиранозавр Рекс, Траадон, Аверраптор, Магиерозавр, Галимимус, Гилофозавр, Цератозавр, Авацератопс и другие известные в игре динозавры. То есть, все эти виды, уже заявленные на дорожной карте, даже как будущий контент в игру, будут добавлены в игру ранее. Как мне сказал Панч Пакет, вспомните все выходы обновлений в игру. С каждым новым обновлением в игру вводились новые животные. Так что до 9 обновления они точно будут прикреплять до 2-3 игровых динозавров. И дорожная карта, соответственно, будет все равно меняться. Животные будут добавляться и прикрепляться к карточкам выхода. Тем более, если посмотреть на дорожную карту. Кое-что из новых механик уже добавлено к будущим динозаврам. Теперь стоит гадать, лишь какие виды животных будут выходить с обновлениями. Даже сейчас я помню раннюю дорожную карту, где на 6 обновлении Кровь карточка с Траодоном не была закреплена. Сейчас там красуется это дивное животное. Уловили мысль? Может сюда еще потом добавят Дилку, также ядовитую, и мы получим уже 2-х динозавров в 6 обновлении. По поводу людей в игре. Немного, но, как вы поняли, что совсем скоро Кьюалити Асараундс перестанет существовать. И людей добавят в основную Эвриму. А все остальные механики будут также добавляться по мере выхода новых обновлений. Ну и, конечно же, вторая фракция людей. Ну а на этом мы завершим наш выпуск новостей. Если ты хочешь знать больше информации о будущем Эврима, обязательно подпишись на наш канал, поставь пальчик вверх и нажми колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео, стримы и прохождения по Айл Эврима и Легаси, а также не пропускать наши свежие выпуски новостей. Ну что же, всем хорошего выживания в мире Айл Эврима и Легаси. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok